Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 22 апреля. Вот сейчас я прочитаю очередные комментарии, отвечу на некоторые вопросы. И хочу сразу вас предупредить, что я сменила вот картинку выпусков ответа на вопросы, потому что уже весна, и где я сижу с лоточками, она не соответствует. А так как мы снимаем в режиме реального времени, теперь весенние все выпуски будут идти вот с такой веселенькой картинкой, где уже видно наше растение. Я решила, что нужно немножко повеселее сделать так. И сразу скажу вам, что сейчас весна, очень-очень много, как бы сказать, людей, ну короче, садоводы оттаяли, огородники, очень много комментариев, очень много вопросов. А так как я несколько видео в день снимаю и на разные темы, вот, например, и про высадку там в теплицу, про высадку в открытый грунт, и еще про рассаду идут некоторые, то вопросов очень-очень много. И естественно, что я не то что ответить на все не могу, я даже прочитать все физически не успеваю, потому что я весь день нахожусь в огороде и в теплице. Вы видите, что я делаю то одно, то другое, то третье. Ранняя теплица прибавила мне вот этих ранних работ. В это время мы обычно же не подвязываем, не посынкуем, а у меня уже и подвязка вторая, и посынкование, и в это же время и высадка более поздних. Поэтому не обижайтесь, если ваш вопрос даже не попадет мне в поле зрения, потому что я когда захожу, я раз-раз-раз просмотрю, вот сегодня с утра, что сейчас успею посмотреть, отвечу. Днем мне будет некогда, вечером я посмотрю, отвечать уже не буду, оставлю на следующий день, а потом они новыми, вот так вот, как сказать, наваливаются новые сообщения. Я иногда вопрос, на который я хотела бы ответить, и не успею, не могу даже найти. Ну, начнем. И еще одно, вот смотрите, только что... Так, сейчас я настрою вот так. Только что позавчера снимала, как сейчас поливаю томаты, и тут же в свежих вопросах от Аллы Дани Ленка. Вопрос. Скажите, пожалуйста, воду при поливе томатиков используете теплую? Ну, иногда даже обидно. Вот только что все рассказала, потому что вопросов таких много. Вот оно видео. Как я сейчас поливаю свои томаты в теплице. Рассказывала, что пока капельного полива еще нет, его нужно, ну как, раскладывать снова. И если бы человек посмотрел, вот этого вопроса бы не было. Пожалуйста, если вас интересует, если вы хотите побольше узнать из того, что я рассказываю, сделайте подписку, вам будут идти уведомления, вы хотя бы по названиям видео сможете отсортировать, какие темы вам нужны, какие они не нужны. Просмотреть все, конечно, это может быть нереально. Ну, хотя сейчас многие сидят дома. Пока я использую воду нетеплую. Потом будет капельный полив, будет вода теплая. Сейчас, пока я поливала из шланга. И еще одно сообщение, на котором я хотела особенно остановиться, чтобы потом в следующий раз каждому не отвечать. Я вот этой зрительнице ответила очень подробно. Ну, потому что она первая вот прям открыла ей в глаза. А другим, может быть, кто-то послушает и уже как... Я... Ну, и не будет уже больше спрашивать. Вот Елена Помольцева пишет. В вашем видео очень много лишнего. Повторяетесь по многу раз. И самое важное в конце видео. Никогда так не строю видео, что самое важное в конце видео. Это неправда. Говорите интересно, но устаешь от бесконечных ваших повторений. Больше конкретики. Я вот сейчас прочитаю ответ, который я написала. И Елене Помольцевой. Но, как я уже поняла, это, наверное, ей лучше искать другой канал. Потому что я подстроиться под каждого зрителя не могу. Это, наоборот, зритель подстраивается под мою стилистику. И если его что-то не устраивает, то, конечно, он должен искать другого автора себе. Я ей пишу, что вам нужно просто найти другого конкретного автора, от которого вы не будете уставать. Все мои видео построены в виде простой беседы. Со зрителем. Изменений в ближайшие несколько лет не предвидится. Сценарий писать некогда. Я ведь весь день в огороде. Снимаю во время работы. Что делаю, то и показываю. И я вот сейчас добавлю, что при таком стиле работы, как у меня, очень сложно сделать качественное видео. Мне и так сложно работать, снимать, да еще рассказывать одновременно. И вот этот видеоролик, в котором она написала, это еще в теплице, в которой 30 градусов я добавлю. Я вот когда поливала. Попробуйте в 30 градусную жару работать, потом снимать, рассказывать. И прибавьте мой возраст 60-летний. Вам нужен другой автор, у которого есть видеооператор, видеомонтажер, кто готовит ролики заранее и снимает 1-2 в неделю. Тогда, конечно, можно сделать качественное видео. Я вам просто не подхожу. До свидания. Жаль, что ваш комментарий прошла с самым первым с утра пораньше. После таких оценочных сообщений от усталых зрителей, которые устают видео мое смотреть, ничего рассказывать вообще не хочется. Я вот даже прочла и даже немножко как бы расстроилась, что ли, не то, что обиделась или расстроилась. Просто люди не понимают, что это очень сложно. То, что вот я выдаю, вот это некачественное видео, это мне стоит очень больших усилий. А потом подумала, если эта Елена устает бедная в комфортных условиях, в нормальной температуре, ей устает она даже от того, что посмотрит видео, то я по ней тогда равняться не буду. Я не устаю в жару в 30-ти градусную там поливать, рассказывать, все показывать. А она устает даже посмотреть мои действия. Ну, значит, она мне не очень, так сказать, не подружка, и по ней я ориентироваться не буду. А вообще хочу добавить всем. Мнения бывают разные. Я всегда говорю, что мои видео – это не эталон и не стандарт. Я прекрасно понимаю, потому что я не блогер, я огородница. Я весь день работаю в огороде. Вот есть время, могу, я снимаю, и так я снимаю очень много. И стараюсь не пропустить ни одну мелочь. Все это делаю ради того, чтобы человек послушал, и, например, посмотрел, и подумал, о, а можно еще делать так, вот так, вот так. И когда мне говорят, ой, я даже устаю смотреть. Ну, не смотрите, пожалуйста. Я не буду подстраиваться под тех, кто лежит на диване, устает от просмотра видеоролика. Я не такой человек, и вы понимаете, что у меня никто меня не снимает, никто мне не монтирует. Все это мне приходится между высадкой, между копкой земли делать вот так вот. Я нагрузку на себя лишнюю, так сказать, даю. Могла бы тоже, как вы, лечь на диване полежать, только ради того, чтобы не упустить ничего из процесса, чтобы вот то, что я делаю, и вот эта мелочь, это, 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 все пошагово, все показать. Если вы от этого устаете, и всем, кому мои видеоролики не подходят, не подходит мой стиль какой-то изложения, я говорю, что я как собеседник, я вот как будто с вами разговариваю, я не готовлю никогда тексты. Если что-то скажу лишнее или повторюсь два раза, понимающий человек, он пропустит, и ему его воспитание не позволит, хотя бы из уважения к труду, из уважения вот к тому стремлению моему поделиться опытом, он не будет писать вот такие вот видеоролики, что много у вас лишнего, много повторений, надо больше конкретики, ищите конкретных авторов. Я, натура романтическая, я могу и не в ту сторону, могу и лишнее не по теме сказать, могу и повторить. Я буду собирать вокруг себя только тех зрителей, которые лояльно ко мне относятся, которые понимают все мои вот эти трудности, сложности вот этих съемок, многократных за день. И кому не нравится, я всем говорю, я не держусь, никогда не гонюсь за количество зрителей, просто до свидания, и все, ищите другого. Так. Что? А если его нечаянно проглотить? Ну, это вот про эти, про всякие, про монофосфат, мне такое даже в голову не приходило, проглотить монофосфат калия. У меня начались боли в желудке, я могу от него умереть. Спросите у доктора, я не знаю, я никогда не глотала монофосфат калия, и что после этого будет, не знаю, но явно, что это не пища, не еда. А теплицу вы отапливаете, стаканчики у вас прямо на земле стоят. Вот смотрите, я не отапливаю теплицу, опять же, если бы вы смотрели мое видео, вы бы видели, что у нас, я каждый день говорю прогноз своей погоды, у нас вчера было плюс 23, в теплице уже больше 30, какой смысл отапливать, когда у нас стоит жара? У нас стоит, вот жара сегодня будет 25 градусов. Сейчас, кстати, ради интереса покажу вам наш прогноз погоды. Так, вот Дмитрий Темнов пишет, как вы правы, но иногда приходится играть на грани фола, кому цитрин, кому эпин, кто раньше нарастил и тут ударил холод, а кого высадил. Ну, вот правильно, это вот про подкормки, про три золотых правила. Правила это правилами, да, а иногда нам приходится, как сказать, да, в связи с ситуацией и нарушать правила, и делать по-своему. Сейчас я прервусь на минутку, посмотрим прогноз на сегодняшний, что подпали вопросы, топлю или нет я теплицу. У меня это уже как ритуал, каждое утро я открываю вот этот прогноз погоды и смотрю. Вот сейчас 7 утра, у нас 5 градусов. Дневные температуры у нас очень высокие. Так, что у нас здесь сегодня? А вот сегодня 25 днём плюс 7 ночью. Завтра плюс 30 днём. Сколько там? Короче, я уже такой мелкий, слабый шрифт не вижу. Ну и дальше, смотрите, дальше устрашающие такие температуры, которых я боюсь. Плюс 35, плюс 30, плюс 32, плюс 25. И ночные очень-очень высокие. Я вот сижу далеко от компьютера, ближе не могу приблизиться, камера мешает. Но я сегодня смотрела, прогноз такой, что отпадает любой вопрос, все вопросы отпадают о том, топить теплицу или не топить, топлю я или не топлю. Конечно, нет. Мы уже теперь, раньше мы спасались от холода, теперь спасаемся от жары. Представьте, уже, сейчас я посмотрю, уже в 12 часов, 12 в час будет 21 градус. Это очень много. Во всех теплицах будет так жарко, что... Так, идем дальше. Так. Это я не поняла даже, что написано. Таня Воронцова пишет. Оля, я все ждала рецепт салата из лука Суворова, наверное, пропустила. Не всегда почему-то приходит оповещение о новом видео. Так. Если не трудно, подскажите рецепт, хочется попробовать. Я дело в том, что я рецепт еще не снимала, потому что я вам говорила перед этим, что приедет внук. У меня все выходные был внук дома, с ним снимать невозможно. Он только увидит вот эту вот штатив и камеру, он старается что-то открутить. Я вам говорила, уже одну штучку потерял безвозвратно, так и не нашли. И я, когда он у меня в доме, я вообще не вытаскиваю камеру и штатив, чтобы вредительство предотвратить с его стороны. Он прям трясется, увидит эту технику, ему надо все там попробовать, все шайбочки вот эти. Я сегодня постараюсь снять, потому что иногда бывает, что запланируешь и не получается так, как нужно. Так что это еще впереди. Ну вот все, вот Валентина пишет, Бекташева, все, почти все зрители пишут, ой, как тепло, а у нас снег валит, у нас холодно. Мне очень жаль, что у вас такая у всех погода. И меня это действительно в этом году удивило и насторожило, что по всей территории России, кроме вот какой-то части сибирского региона, вот наш Алтай входит, в центре этого аномально жаркого вот этого пятна. И меня почему это настораживает? Потом у вас сейчас будет тепло в мае, я думаю, и мы поменяемся, обычно же меняется, а у нас будет холодно. И вот поэтому меня это тепло, конечно, радует, но не очень я расслабляюсь, потому что я знаю, что за все приходится платить. Мы сейчас в футболочках ходим, вот у меня, Катя мне в этом году помогает, приходит, появилась хоть у меня первый раз в жизни помощница, и вот она ходит уже сегодня, говорит, буду в шортах загорать, а у всех холодно. И насчет помощницы, когда мне много лет, несколько лет все говорили, ой, взяли бы себе помощника или помощников, так, я в этом году поняла, что такое начинающий огородник. Я когда всегда вот говорила, вот сделайте так, сделайте так, мне казалось, как, ну почему люди не понимают, как просто, я сказала же, как делать, сделали бы так, и было бы все хорошо. Вот у меня теперь живой, реальный, начинающий огородник. Это вот Катя, мама моего любимого внука Марка. И я поняла, что люди иногда, вот как, очень тяжело донести, даже когда она вот рядом со мной, вот не могу некоторые вещи объяснить, я говорю, ну как ты не видишь, ты не понимаешь, что вот эти нужно полить немножко, стаканчики, а эти побольше. Я ее учу, но пока у нас с переменным успехом приходится все проверять, и начинаешь, когда после этого идти, оказывается, что это не так, это не так. Я говорю, ну ты не поняла, я тебе когда рассказала, рассказываю второй раз, рассказываю третий раз одно и то же. И вот теперь я на своей шкуре поняла, что очень сложно человека с нуля, который никогда не занимался огородом, никогда не вникал, не думал об этом, очень сложно объяснить даже самые элементарные вещи. Ой, проблема. Вот начинающий огородник, оказывается, это совсем, ну, беда. Надо все-все-все объяснять. Все, вплоть от полива до перекопки земли и вот до рыхления, вот до этого разминания комочков, до влажности. Но я надеюсь, что может быть года за два-три мы научимся. Я себе смену приготовлю. В этом году будет немножко полегче, потому что все-таки копать может любой человек. Я вот уже попробовала, она мне одну полоску в теплице вскопала, и то опытные меня поймут, мне кажется, даже копает другой человек, не я, не так. Вот большой пропуск, большие комочки получаются, надо чаще, чаще. У меня сын также копает, чтобы побыстрее копать, он побольше, как эти, промежутки между вот втыканием делает, а потом комки большие, неудобно, ну, короче, проблема. Обучаемся. Так что теперь на опыте вот нашем, опытные огородники, начинающие, я уже некоторые нюансы подметила, о которых нужно до всех доносить. Теперь у меня свой начинающий огородник в огороде ходит, и мне приходится следить за ним и все проверять. Даже, доходит до смешного, даже открывания форточек. Вчера попросила первый раз, я говорю, Катя, пойди в той теплице, открой форточку. Я уж ей сегодня ничего не стала говорить. Открыла. Я через несколько часов смотрю, она закрыта. Она просто ее приоткрыла и ушла. Нужно же ее закрепить, там есть специально петелька, вот на крючочек раз, все. Я-то думаю, что форточка открыта, а они там стоят в духоте, форточка закрыта. Вот это называется начинающий огородник. Она даже не подумала, что дунет ветерок, она опять захлопнется и все. И вот таких нюансов очень много. Так. Вот это про холод, все холод и холод. Попробуйте огурцы невеста, белые длинные, не стареют даже, когда нарастут. Но я уже нынче насеяла, уже нынче никаких пробовать не буду, тем более у меня нет возможности ехать в магазин. Тут Анна Зверева спрашивает про поликарбонат. У вас поликарбонат на теплице какой толщины? Анна, если честно, я не помню, я знаю, что один толще, другой тоньше. Один, наверное, 4. А один, по-моему, есть даже двойка у какой-то у старой теплицы. Если честно, ну как, ставишь, когда покупаешь, помнишь, потом забываешь. Не знаю, сейчас вот новый буду ставить на новой теплице. Я скажу, какую буду. Вот как раз Елена Вилумсон пишет, ура, теплица приехала. Сегодня муж будет, поедет в транспортную компанию получать теплицу. оказалось, что такая, как сказать, такие огромные у нее размеры. Он вообще, говорит, боюсь, он у меня работает на этом. Машина с краном-то сам гружу, сам везу в строительной компании. И вот боится, что даже войдет ли по периметру вот этого кузова, потому что, говорит, огромные такие. Ему там сказали, вам пришел груз, ну, очень больших размеров. Вот сегодня мы увидим, я специально прям сразу видео сниму, я сама жду, не дождусь. Хорошо, что там все в комплекте. Не знаю, как мы будем собирать, вот будем смотреть или нанимать профессиональных, которые есть, у нас здесь есть, вот компания Агроном, она торгует теплицами, и у них, по-моему, даже свои сборщики, ну, как могут сразу приехать, все собрать, или нанимать вот посторонней компанией сборщиков, или будем как-то сами, я просто боюсь, что сами очень долго будем все это собирать, а мне же надо скорее-скорее, рассада перерастает. Сегодня буду подбирать комплект 100 томатов, самых крутых, самых таких ценных, дорогих, которые мне нужно не потерять, а развести, и все они будут сидеть в новой теплице, как эти принцессы в башне, в такой, ой, у меня уже мечтает. Я, конечно, я не знаю, я ее в реальности не видела, но я ее, может быть, представляю намного красивее, чем она на самом деле, но в моих мечтах она очень красивая и такая классная. А новая же все красивая, зайдешь, когда поликарбонат новый, кажется, стенок вообще почти нет, все прозрачно, все видно вокруг, потом он немножко, конечно, затуманивается, но вот новая это будет. А, еще у меня одна зрительница спрашивала, не было времени ответить, что вы новую теплицу хотите поставить туда, где у вас долго снег не тает, почему именно это место, может, там какие-то нюансы есть, ой, да ради бога, какие у меня нюансы, у меня там она обрушилась, теплица, вот мы просто ту обрушенную, чтобы восстановить, чтобы снова теплицу, на это же место и поставим. У меня участок 6 с чем-то соток, около 7, я вот потом, у меня многие просят, покажите ваш участок, у меня даже пройтись некуда, туда шагнешь два шага, забор соседский, туда забор, у меня нет места другого, солнечного, под новую теплицу, не могу же я целую теплицу, вот которая, в которой сейчас, например, томаты растут или рядом, взять ее, убрать, разрушить, а новую поставить, ставим туда, куда есть хоть немного места, куда есть возможность воткнуть, и вот есть возможность только в тот край, где у нас полдня тень, а полдня солнце, но я уже говорила, что иногда, вот такая, когда жара, вот как завтра, послезавтра будет 30 градусов, то в этой теплице у них более приемлемые для жизни и роста растения, там до обеда солнышко, когда оно еще не сильно такое, как сказать, реактивное, не сильно вот это вот прижигает, а после обеда тень, и они томаты отдыхают, и они там вот в прошлом году, им было намного легче, чем тем, которая стоит, всегда же говорят, нужно, чтобы теплица весь день была освещаемая солнцем, а представьте, при 30 градусах, весь день им отдыха нет, так что будет стоять там, где тенек, вот очень интересный вопрос, хочу ответить на него отдельно, поподробнее, это проблема у нас у всех, и я сейчас как раз творю вот эти вот чудеса по сохранению рассады, по затормаживанию, вот Светлана Швецова спрашивает, скажите, пожалуйста, томаты очень большие, сажать в открытый грунт рано, погода не дает, ночью минус, земля холодная, как задержать рост, вы знаете, у меня та же самая проблема, у меня, я когда рассказывала, сегодня буду снимать даже отдельное видео, когда я рассказывала, что остатки томатов, которые из скороспелки, я высадила на бордюрчик, а остатки томатов, которые я сеяла, как запасные, для выращивания в теплице, они же высокорослые, они же крупноплодные, но они тоже остались, у меня несколько ящиков, и мне их и куда-то деть жалко, и в нормальных условиях сохранить, я их до открытого грунта не сохраню, я сегодня их, вчера уже начала, ставлю на консервацию, это то есть, в полностью темное помещение, в прохладное помещение, по две недели не хранила, но говорят, что можно до полмесяца вот так вот сохранить рассаду, она стоит в одной паре, она не получает солнца, она не получает тепла, но она не умирает, потому что умереть нет поводов, нет морозов, но она стоит и стоит, и вот она законсервированная, две недели, ну это говорят так, что может простоять, без ущерба для здоровья, вот смотрите, откуда я это знаю, я когда торговала раньше рассадой, и когда мы собирали, вот заказ придет, например большой, надо 500 или 600, там у меня одна, моя знакомая брала, для торговли на базаре, я же сама не торговала, я ее вот эти набирала, 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 и ставила вот в это прохладное помещение, это у нас баня старая, она закрыта, там сейчас холодно, там сейчас темно, и я всегда, чтобы они не вяли, чтобы они не страдали на жаре, я ей собирала вот эти вот прям контейнера, там по 100, по 200 штук, и ставила в это помещение, и иногда бывало, она мне звонит и говорит, Оля, я сегодня не смогу забрать, пусть у тебя постоит. И она иногда стояла 2 или 3 дня, и я знаю, что вот несколько дней, до 5-6 дней, один раз сыну на работе заказали, заказали собрать комплект для сотрудников. Девочки там заказали штук 200, я набрала разных сортов, все поставила. Он говорит, мам, они им высаживать еще равно. Они сначала попросили, я все выдернула из земли, с открытой корневой системой, туда земли добавила, а потом сказали, что забирать рано. И вот она у меня неделю там стояла, потому что были неблагоприятные условия в открытом грунте, у них теплицы не было, неделю она у меня стояла там на консервации, и я ее когда вытащила, они забрали, она была в таком же состоянии, как я ее туда поставила. Казалось бы, за неделю она же должна вырасти или как-то подастся в рост, они должны или расцвести, нет, вот как я ее поставила, так и взяла. Она как на машине времени, как будто на неделю назад перенеслась. Правда, я не знала, что это называется консервация, у меня это просто было на хранении, она у меня стояла на хранении. Но сейчас я услышала, что такой термин есть среди огородников, что законсервировать рассаду, то есть в холод и в темноту. Но я сразу скажу, на длительный срок у меня это будет первый раз. Я вот сегодня покажу, в каком виде я ее ставлю, и потом посмотрим, действительно ли полмесяца. Мне нужно ее до середины мая выдержать, то есть я смогу ее под пленку в открытый грунт высадить в середине мая. Мне ее жалко, потому что там и сорта хорошие, и они уже дошли до фазы ботанизации. Если я сейчас оставлю в тепле и на свету, они у меня расцветут, они у меня завяжутся, вот эти вот попырышки, и при высадке, возможно, я потеряю вот эту первую кисть, буду нынче экспериментировать с консервацией томатов. Вот про кучерявость, так, вот здесь, что кучерявятся листочки. Листочки кучерявятся, это тоже, мы уже про это говорили, что томаты показывают, что им что-то не нравится из условий выращивания. У меня кучерявилось столько раз в жизни, и кучерявился только Казанова. Кучерявился в теплице, когда был жаркий период, потом жаркий период прекратился, наступила умеренная погода, они все расправились, и новые стали расти нормальные. В рассаде ни разу не кучерявилось, но я как думаю, что если в рассаде кучерявится, наверное, тоже что-то ему не нравится. И еще хочу тут где-то один. А вот Мария Шляпникова пишет, я на ватном диске замочила просто в воде. Я тоже просто в воде, вчера проверила, у меня уже проклюнулись, буду сегодня высаживать в стаканчики. Так, и вот, последнее сейчас прочитаю. Миркам Габдули напишет, разве вы не травмируете корни томатов, когда ходите между ними? Ну, знаете, я вот, ну, тут дальше они, она пишет, что они мощные, оплетают все пространство. А как мы высаживаем миркам? Я вот у вас хочу спросить, как вы высаживаете в огороде? Вот у меня между ними 60-70 где-то примерно дорожка, я по ней хожу. Мы в огороде тоже делаем 50-60 дорожка между рядами, потом следующий ряд, потом опять дорожка. И это значит, что вы вообще вот так по огороду, по этим дорожкам не ходите, разве? Я всегда хожу. Да, где-то корни у них там есть, но у них корни не на самой поверхности, у них корни немножко, чуть глубже вот этого поверхностного слоя. И ходить-то нам, и ходить нам все равно приходится. А если не ходить за томатами и не ухаживать, если беречь все лето корни и ничего не делать, не ходить по дорожкам, тогда будет еще хуже. Я вообще никогда не задумывалась о том, что я когда хожу по дорожкам между рядами, то я травмирую корни. Растут всегда прекрасно, но мне ни разу они не жаловались, что они от этого травмируются. Я думаю, все мы ходим по дорожкам, ну а как без этого? Вот, прочитала бы все и ответила бы на все уже вопросы, но по времени формат вот этого видео я и так уже до 40 минут увеличиваю, но ничего не входит в это. Вот Татьяна Атаманова спрашивает, у кровати уже перестали в эти дни, когда у нас сейчас температура ночная 7-8, как я уже говорила, в теплице на 2-3 градуса больше, и там остается, ну устанавливается ночью не меньше 10, я уже не укрываю. Мне уже укрывать сложновато, потому что они большие. А сейчас я, когда воткнула вот колышки, я если у нас будет похолодание, я буду укрывать, поднимать и прямо на колышки. Я потом, если будет такой момент, я вам покажу, как я накрываю на колышки, но дуги я уже убрала, потому что они бесполезные. Они, дуги, переросли. Наталья Явлева пишет, что я карбамид просто раскидала в пустом парнике, буду перекапывать и высаживать помидоры после 9 мая. Я неправильно сделала. Но это в том случае... Вы как? Можно сказать, что вы правильно сделали, а можно сказать, что и неправильно сделали. Я карбамид никогда не применяю, потому что я применяю натуральное, азотосодержащее удобрение. Это перегной старый, перепревший. Если у вас нет возможности внести натуральный, вот такой вот, как компонент, содержащий азот, вот как перегной, если у вас бедные почвы, тогда вы сделали правильно. Вам карбамид это будет азотосодержащее удобрение, которое нам же нужен, азот фосфор-калий, который нужно обязательно томатам. Ну а если у вас почва плодородная, или если вы добавляете перегной, то добавка карбамид, она уже будет лишняя. Тогда вы сделали неправильно. Я же не знаю, что до этого у вас было в почве, поэтому я не могу ответить, правильны ваши действия или нет. Но с карбамидом в случае томатов нужно быть осторожным, потому что мы знаем, у нас томаты могут жировать. Я вот про свои сама боюсь, я даже не добавляла никакого карбамида. И то я осенью уже добавила перегной, я добавила немножко птичьего помета, и теперь я вот немножко волнуюсь, как бы мне было сильно жирно, и как бы они не восприняли это как повод пожировать. И вот каждый день захожу и смотрю. Но нет, если они цветут массово, если начинается не наращивание листьев, а образование цветочных бутонов, значит у них нет жирования. Если вы увидите, что у вас красивые листья, зеленые, сочные, прям растение такое, как дуб, от цветочков нету или очень мало, значит растение жирует, значит оно вскармливает свой листовой аппарат в ущерб цветению и плодоношению. Это нужно следить за ними, наблюдать, не давать им с жиру беситься, если как только вы увидите первые признаки жирования, нужно срочно принимать меры. Если рассада Павел Лаванов, если рассада уже набрала цвет, цветочки удалять или можно оставить, или высаживать цветами, Шадрин говорит, что удалять обязательно, так жалко. Сразу скажу, все говорят по-разному, я никогда не удаляю. Ну вот Валентина Лаврова правильно говорит, если удалять, то останетесь без первой кисти томатов, они самые крупные, это точно подмечено. Дмитрий Чернов пишет, не бойся, Шадрин, а он даже не узнает, что ты оставил цветочки. Вот смотрите, если узнает, представляете, какой скандал будет. Ну под конец развеселили. Ничего не удаляйте, все вырастет, если добавьте правильно, я тоже так думаю, так я всегда говорю, сомневайтесь, попробуйте на части рассаду. Услышал все-таки Виктор Шадрин и увидел. Ну все. Ну вот смотрите, никак не удалось тайком оставить кусочек этих цветочков, часть цветочков. Смотрите, все советуют по-разному. И Виктор Шадрин возможно по-своему прав, и кто-то, кто не удаляет, по-своему прав. Я скажу так, у меня всегда такой подход, если можешь сохранить, создав комфортные условия, и чтобы растение не чувствовало себя угнетенным, тогда не надо его щипать, не надо ничего удалять. А как мы выращиваем для получения суперраннего урожая? В прошлом году, посмотрите, как я сначала в 200-граммовый стаканчик, как только он занимает, корневая система всю, вот эту, весь земляной ком опутала, перевариваю в 500-граммовый стаканчик. Она толстеет, растет, взрослеет. Как только я вижу, что ей этого, этой почвы мало, я перевалила в 2-литровую, вот эту мягкую, были черные у меня пакеты магазинные, специально для выращивания более взрослой рассады. Как только я увидела, что они уже большие, взрослеют, я перевалила в 5-литровые ведерки, и они, конечно, уже цвели, когда я их высаживала, но они цвели без ущерба для своего здоровья, и потом, без ущерба для качества рассады, она была толстая, здоровая, зеленая, стояла в придомовой теплице, и потом я эти ведерки осторожно перенесла в ту теплицу, которая в огороде, выкопала большие ямищи, вот этот весь земляной ком, без повреждения корневой системы, поставила в эти большие ямы, закопала именно на этих томатах, у меня был первый урожай, они ведь и даже не почувствовали, они, во-первых, вот эту перевалку, всю мою троекратную, не почувствовали, потому что я делала осторожно, без повреждения земляного кома, я их не хотела затормозить, специально для раннего урожая, и они не почувствовали, самое главное, когда вы высаживаете цветущую рассаду, чтобы пересадка была как можно менее травмирующая, чтобы мы растения могли обмануть, чтобы ему казалось, что он как рос вот в этом ведре, так и растет, просто у него есть возможность дальше распустить вот эти свои корни, и он будет как следующий грунт, новый грунт осваивать, все, я никогда не общипываю, но опять же, правильное замечание, вот Виктор Шадрин пишет, что инвалидов все равно не вытяните, если вы не хотите вот этими заниматься манипуляциями, всевозможными перевалками, ясно, что если у вас он будет в стакане, но он зацветет, и ему захочется уже образовать вот эту вот помидорку, возможно, это будет в ущерб для рассады, я вот когда высаживаю по срокам, я знаю, что самые первые, самые ранние, с ними придется мне помутускаться и пересаживать, и все, а которые для открытого грунта, которые самые поздние высадка, я специально сею попозже, чтобы вот этой всей, как бы по культуре слова, ну короче, чтобы не было танцев с бубнами, вот с этой, с основной массой, они для позднего урожая, так что общипывать или не общипывать, короче, общипывать или переваливать в больший объем грунта, решает каждый сам, можно довести и с цветами до высадки, и это будет у вас первый урожай, и не отвалится, и растение будет дальше расти, а можно, наверное, и отщипнуть, но правильно говорят, что значит у вас этой кисти просто не будет, все, тут вот пишут правильно, что от домашней рассады сложно получить самые крупные плоды на первые кисти, на индентах, но это, это опять же, смотря, какой срок посева, если мы поздно сеем, и если она у нас высаживается в нормальные сроки, а не первая кисть будет, вот у меня есть сейчас, которые только распекировали в фазе двух настоящих листьев, они пока вырастут, как раз придет пора высаживать, вот видите, как много вариантов решения одной и той же проблемы, и каждый подходит по-разному, и я хочу, вот просто хочу донести до вас, чтобы вы были индивидуалистами, чтобы вы действительно попробовали один раз так попробовать, на несколько кустов общепните, несколько кустов перевалите, несколько кустов оставьте в том стакане, и вы понаблюдайте, и вы увидите, что результаты разные, и какой результат вам больше понравится, потом вы на будущий год сможете применить на большей части, желаю вам включать свое воображение, фантазию, может быть даже вы изобретете какой-то способ новый, отличный от предложенных нами, и вот как вы видите, что ничего не остается без внимания зрителей, только хотели тайно оставить несколько цветков, вопреки рекомендациям опытного садовода, он тут же услышал, и все под контролем, все до свидания, желаю всем успеха, желаю всем и первую кисть сохранить, и чтобы она была рассада не инвалиды, чтобы все были крепкие, здоровые, потому что это их здоровье, потом передастся нам, они свое здоровье, мы их поедим, и они кусочек здоровья, витаминов дадут своему хозяину, все, до свидания.